Приветствую вас и отвечаю на вопрос о том, можно ли как-то изменить поведение вашего молодого человека. Можно сказать с большей долей вероятности, что нет, потому что створы, которые ваш мужчина провоцируют, не исчезнут до тех пор, пока человек воспринимает ситуацию так, как он ее воспринимает, пока он там не начнет ничего менять. В ссоре есть следствие проблем. Проблем либо в отношениях, над вами, либо в нем самом. Вы не раскрываете подробности того, с какого именно момента начались ваши ссоры, как они практикают, по поводу чего вы чаще всего ругаетесь. Но то, что вы описали далее, что ваш мужчина, вашему мужчину все разражает. Это по сути говорит о том, что он с вами по привычке. То есть у него нет стремления быть с вами, нет стремления сближаться с вами, нет стремления как-то уступать вам и прочее. Он делает какие-то вещи просто потому, что он привык, он привык к вам. По крайней мере так это происходит сейчас. И безусловно в ссоре всегда несет ответственно два человека. Вы говорили, что вы стремились быть мягче. Но это не помогло. Действительно, если человек настроен негативно по отношению к другому, то что бы это другой ни делал, все равно будут ссоры. Потому что случайный инициал скандалов. Ну, мягко говоря, ничего не хочет менять. Вот в этом кроется главная проблема. Человек ничего не хочет менять. Его это все устраивает. Пытаетесь измениться вы, а он нет. И пока вот именно так все обстоит и ничего не изменится. Чтобы разжечь страсть, разжечь интерес, мужчина в первую очередь должен реально ощутить, что может вас потерять. Для этого следует более грамотно, более последовательно выстраивать свое поведение. Он устал с вами ругаться. Хорошо. Вы ему скажете, дорогой, дорогой, знаешь, я тоже устал с тобой постоянно ругаться. Давай вот в какое-то время побудем порознь друг от друга. Вы начинаете быть порознь и вы начинаете общаться с другими мужчинами. Так, чтобы ваш молодой человек это видел. И вот тогда, когда станет реальная угроза того, что он мог вас потерять, он и оканется перед выбором. Либо что-то делать, чтобы вас удержать. Либо оставить в руках есть и вас потерять. И вы уже посмотрите на его поведение. Потому что мужчина понимает, что если он хочет вас удержать, то необходимо все-таки что-то менять, начать что-то менять. Пока он этого делать не начнет, ничего не будет. И именно так вы сможете понять, есть ли у него в глубине души к вам чувства или нет. Вы пишете, что знакомый с ним год, что встречаетесь с ним год и что все это время вы начали ругаться. Я бы на самом деле рекомендовал бы вам более подробно разобрать изначальную причину, по которой у вас начались скандалы. Изначальная причина, которая способствовала конфликтам. Почему вы начали ссориться? О чем были первые ссоры? Оказывали ли они какое-то влияние на ваши отношения? Какова была их тематика? Разбор этого поможет лучше понять причину ссоры и покажет, есть ли возможность разорвать круг конфликта. Также можно проанализировать ваше поведение в конфликте, в конкретном конфликте. Посмотреть как вы в нем себя ведете и возможно именно в вашем поведении также что-то подкорректировать. Потому что в конфликтной ситуации вести себя нужно соответствующее и неправильное поведение только лишь может усугубить проблему. Можно только еще больше ее разрастить и в результате вы не только не разрешите, но и еще больше запутаете и так сложных ситуаций. Вот примерно в таком направлении вам нужно двигаться. Примерно так вам рекомендую поступать. Надеюсь, что вам понравился мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...